Специалисты отдела предпринимательства городского Кемата проводят еженедельный мониторинг цен на продукты питания. В какую сумму обходятся сегодня населению овощей и бахчевые культуры, узнавали наши коллеги. Цены на продовольственные товары в последнее время меняются едва ли не ежедневно. За последнюю неделю подорожал чеснок и подсолнечное масло. Вместе с тем цена на рис снизилась, проинформировали в отделе предпринимательства. По городу Семи на этой неделе индекс цен республиканского 110, по городу Семи, что ниже на 0,3% чем по республике. За неделю у нас было два повышения, это было повышение у нас на лук и на масло подсолнечное. Снижение пошло у нас на рис. У остальных, как вы сами знаете, на социально значимые продукты питания есть основные 19 позиций. Предприниматели, занимающиеся крупной торговлей в нашем городе, сегодня привозят картофель и другие овощи из Сарагаша, Ташкента и Павлодара. Закупочная стоимость картофеля – 120-130 тенге за один килограмм, говорят специалисты предпринимательского отдела. На овощи идет хорошее снижение, сейчас у нас местные свои крестьянские хозяйства выведут свои подавочные продукты, соответственно цена еще упадет. Также мы планируем в этом году в стабилизационном фонде увеличить продукцию стабилизационного фонда на овощи на 500 тонн свыше, то есть на 3,5 увеличить, хотим в этом году еще объем картофеля, объем на морковь хотим увеличить. В целях обеспечения населения необходимыми продуктами питания в городе имеется 11 павильонов стабилизационного фонда. Как сообщили специалисты отдела, в период с 2012 по 2020 годы в городе действовало 48 оптовых магазинов, на сегодняшний день их уже с 60. Сауле Байгалиева, Макпал Марат Каза, Айдос Айткалиев, Телеканал Семей.